Я надеюсь, что вы все заметили оформление зала, которое мы постарались максимально приблизить к тому, что это новогодняя программа, это сказка, это волшебство, это ларцы. И в том числе мы планируем запустить еще одно шоу, для того, чтобы это было интересно не только маленьким зрителям в качестве сказочных персонажей, но и Щелкунчика, впервые соединяя, так сказать, классические произведения с настолько новым для Сибири явлением, как Центр океанографии и морской биологии. Особенность программы, конечно, состоит в том, что все, что мы делаем, все, что делают животные, это интересная трюковая часть программы под интересную волшебную музыку, ну и вы видели, наверное, персонажей. Конечно, мы подучили энное количество новых каких-то элементов, ну и постарались, как говорится, с ветерком прокатиться на саночках. Тренировки, независимо от того, насколько шоу у нас в день, проходят четыре раза в день. Поэтому они как бы каждый день выполняют либо что-то новое, либо закрепляем что-то старое. Что касается питания перед тренировками, во время представления или на тренировках, животные никогда не голодны. Именно поэтому есть кардинальное отличие даже в названии людей, которые работают с морскими млекопитающими. Мы тренеры морских животных, а не дрессировщики. Как раз потому, что мы работаем только на положительном эффекте. То есть рыбку мы даем не как корм, а как молодец правильно сделал. Едят они всю свою положенную пайку, вот, например, дельфины. Сейчас каждый из них ест по 13-15 килограмм, в том числе и гольца, и красной рыбки. Как говорится, у всех на столе красная икра, а у нас в меню красная рыба.